Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И с вами вновь Бизнес-Завтрак с Романом Дусянко. Так быстро пролетели новогодние каникулы, и я уверен, что все вы прекрасно отдохнули. Каждый из вас нашел что-то для себя, побывали в разных странах, в разных городах, просто провели время дома с друзьями, с родными, со своими близкими. И это очень прекрасно. Как вы помните, весь прошлый сезон, все прошлое, весь прошлый год, 2016 год, мы занимались с вами обсуждением темы эффективности управления персонала. Это была главнейшая тема, которую я собираюсь продолжать также и в этом году. Но хотелось бы мне сегодня начать с наиболее, на мой взгляд, важной темой, она связана с каждым из нас, с нашей трудовой деятельностью, с нашей работой. Почему это так важно? Все дело в том, что мы не можем быть нереализованы в какой-то области. Нам хочется быть профессионалом, нам хочется быть успешными, нам хочется соответствовать определенным социальным критериям или критериям своим собственным внутренним. На новогодних праздниках у меня была возможность немного поразмыслить над этими задачами, над этими вопросами. И одной из главных тем я подумал о том, чем же я могу быть полезен в первый эфир нового года. В первый эфир нового года для всех, для нас. И это несмотря на то, какую бы позицию вы не занимали, будь то сотрудник какой-то маленькой компании, руководитель, генеральный директор, SEO, неважно. В каждой из нас, если вы работаете по найму, у нас есть всегда задача. Сегодня вы работаете, а завтра вы можете не работать. И это основное отличие человека, который занимается собственным бизнесом или предпринимательством. Он берет ответственность на себя, и он уже решает. Идти мы сегодня на работу, не лети. Человек, работающий по найму, должен просто идти на работу, потому что, во-первых, есть трудовая дисциплина, во-вторых, есть необходимость для того, чтобы выполнять поставленные кем-то задачи. Неважно. Сегодня мы говорим о том, как нам с вами найти то, что нам более всего интересно. Либо найти свою работу, либо продвинуться в своей карьерной лестнице. Но самое главное, самое важное, я бы хотел сегодня ответить на следующий вопрос. А какие три наиболее важных навыка сегодня важны к кандидату в 2017 году для того, чтобы найти работу? Какие сегодня самые главные, на мой взгляд, эти три навыка важны человеку, который трудится сегодня на своей работе для того, чтобы продвинуться в своей карьере? Итак, сегодня наш разговор о том, какие навыки в 2017 году будут нам необходимы и полезны для того, чтобы двигаться по направлению к достижению своей карьерной цели. Итак, начнем с простого вопроса. А что же такое успешное трудоустройство? Или что же такое успешная карьера? Самое главное, на мой взгляд, здесь речь идет о следующем. Осознание человеком способностей своих, профессионального навыка для того, чтобы реализовать свою карьерную стратегию в соответствии с теми требованиями, которые предъявляет ему работодатель для успешной должности. Итак, успешное трудоустройство позволяет вам найти и реализовать себя через ту позицию, в которую работодатель воспринял. Очень важно здесь понимание того, что значит успешно. Ведь мы не рассматриваем ситуацию, когда каждый из нас нашел какую-то работу. Работу, потому что долго искал, ему необходимы нужны были деньги для того, чтобы как-то обеспечивать свое существо. Нет, мы говорим о том, что такое успешное трудоустройство. Итак, важнейшие моменты. Карьерная стратегия, соответствие заявленных требований работодателям с вашими профессиональными навыками. Всего лишь, казалось бы, три каких-то простых элемента. Но давайте немного пойдем вглубь и рассмотрим эту ситуацию. Как вы обратили внимание, в этой ситуации есть два момента, две стороны взаимодействия. Первая сторона – это работник или кандидат, или вы, или я, неважно. Это мы с вами. И вторая сторона – это работодатель. Все, что касается работодателя, мы с вами занимались. И все, что касается внутренней составляющей поиска людей, внутренней составляющей описания бизнес-процессов, создание корпоративной культуры, создание миссии компании, стратегии, доведение ее до людей, мы обсуждали с вами в прошлых эфирах, и я вкратце напомню. Итак, для того, чтобы работодателю эффективно найти людей, а сегодня, кстати, это тренд для работодателей, забегу немного вперед, скажу, что трендом 2017 года будет максимальная концентрация на подборе людей. Почему это так важно? Ведь на самом деле, когда, если вы являетесь директором, собственником компании, каждый неправильно принятый человек, вернее, каждый человек, принятый в компанию и не соответствующий тем заявленным целям, требованиям должности, является прямым убытком. Почему? Потому что вы потратили время на его поиск, вы потратили время на его адаптацию, вы потратили время для того, чтобы попытаться встроить его в систему, а это не получается. Соответственно, тогда задача следующая. Работодателю необходимо четко понимать процессы, мы с вами об этом говорили в наших передачах, встречаясь с лучшими HR-директорами российского бизнеса. Описание бизнес-процессов, описание представления компании, куда она идет, для того, чтобы люди понимали, что это идет. И прямо на собеседовании рассказывать о стратегии компании. Прямо на собеседовании рассказать о тех ценностях, которые приняты в компании. Прямо на собеседовании в процессе отбора, в процессе первого знакомства с кандидатом, четко описывать свои процессы. Поэтому необходимость всего очень необходимых в компании сделать совсем немного действий. Описать процессы, создать четкую свою стратегию, выработать корпоративную культуру, которая основывается на ценностях всего коллектива и вас, как собственники, как руководителя. И сообщать об этом всем людям, которые будут приходить в компании. Так сказать, поставить некое грубое сито на вход. Теперь мы четко понимаем и знаем, а что у нас происходит на стороне работодателя. Наша же сегодня с вами цель, как кандидатов, для себя определить критерии успешного трудоустройства. Итак, успешным трудоустройством, на наш взгляд, на мой взгляд, для того, чтобы реализовать свою карьеру стратегии, является четкое совпадение вашего профессионального уровня с теми требованиями, которые заявлены работодателем. И здесь у нас с вами мы подходим к следующим моментам. У нас каждый кандидат в этом вопросе получает две составляющие. Это внутренняя, подготовительная, аналитическая работа себя для того, чтобы создать свою карьерную стратегию, понимать четко, куда вы движетесь. Об этом мы сегодня будем говорить, какими методами и какими инструментами к этому двинуться. А также реально представлять то желаемое карьерное будущее, с которым вам необходимо работать. Казалось бы, такие простые вещи. Но почему именно первую передачу в нашем году я решил посвятить именно этому? Новый год. Это прекрасное время для того, чтобы подумать, загадать желание, подумать о своем будущем, спланировать его, спрогнозировать. И это прекрасное время для того, чтобы задуматься о том, что же все-таки я хочу для того, чтобы быть счастливым. Потому что первая цель человека – это быть счастливым. В осознанном состоянии счастья, реализации себя, как человека, как личности, как профессионала. Мы настолько загружены, мы настолько серьезно и настолько бешеным живем в этом ритме. Поэтому сегодня как раз то самое лучшее время, когда вы замедлились. На этапе Нового года, каникул. Вы подумали, вы смогли побыть наедине с самим собой. Вы подумали о том, что вам нравится. Знаете, те ребята и те люди, которые находятся у меня в коучинге, сейчас возвращаются, и мы обсуждаем, к ним приходят разные моменты. Я говорю, а какие идеи к вам приходили в отпуске на Новый год? Ох, жить на море. Или заниматься тем-то. Или, может быть, посвятить себя чему-то еще. Это как раз то прекрасное время, когда стоит задуматься, именно задуматься о том, что нужно делать. Мы как раз сегодня чуть дальше это обсудим. Итак, два момента, прежде чем мы вообще подойдем к вопросу о процессе своего разговора с точки зрения карьерной стратегии. Итак, аналитическая работа. Аналитика. Вы должны подумать, чем и кем вы хотите быть, чем заниматься, кем вы хотите быть. Вы должны обсудить и представить себе свое будущее. Как все это сделать, мы чуть обсудим позже. Сейчас мы говорим, что нужно делать. И следующий момент, это ваша внутренняя самостоятельная работа по подготовке своего профессионального позиционирования. Так сказать, упаковки, концентрированная упаковка своего профессионального опыта. Это вам необходимо, даже если вы работаете сейчас на своей работе. Ведь задавая себе вопрос, что вы умеете делать лучше всего, кто вы с точки зрения профессиональной области, в каком профессиональном опыте вы лучше всего реализовались, иногда нам очень трудно сразу четко ответить на этот вопрос. Мы пытаемся подойти к этому с каких-то позиций, рассказывая, что мы маркетологи, что мы еще специалисты широкого профиля, что мы банкиры и так далее, и так далее, и так далее. Здесь наша главная задача сконцентрироваться. Если маркетолог, то маркетинг он огромный. Если ты банкир, то банковский рынок и банковская профессия тоже огромны. Вы должны четко сконцентрированно понимать, в какой профессиональной области вы являетесь специалистом. Мало того, вам необходимо продумать, о какие цели вы хотите добиться в своей карьерной стратегии. Итак, для того, чтобы мы говорим сейчас о критериях успешности трудоустройства, первый момент, этими критериями соответствует ваша карьерная стратегия представления о вашем желаемом будущем, и второе, ваше представление и упаковка ваших профессиональных качеств в персональное позиционирование. Итак, критерии успешного трудоустройства. Подведем маленькую черту. Это получение желаемой должности в соответствии с карьерной стратегией, реализация своего профессионального опыта, востребованного работодателем в рамках этой конкретной должности. Вот эти три момента, на мой взгляд, и будут составлять состояние успешного трудоустройства, успешного критерия. Критерием номер три, востребованного работодателя, мы не можем управлять с вами. Ведь на самом деле работодатель принимает решение, брать нас на работу или нет. Но мы можем с вами управлять первыми двумя. Итак, получение правильного, еще раз повторю, получение желаемой должности в соответствии с карьерной стратегией на основе правильно имеющегося у вас приложения профессионального опыта. Итак, давайте посмотрим, а какие три наиболее главных навыка нам сегодня необходимы для того, чтобы мы могли реализовать себя в этом направлении. Первым навыком, которым я считаю важнейший в 2017 году, является прогнозирование. Казалось бы, а что здесь очень важного? Что здесь такого необходимо? Что здесь нового в понятии прогнозирования? Прогнозирование – это значит, что вы должны научиться мечтать. Казалось бы, вроде серьезные люди. Мы сейчас с вами занимаемся решением глобальных вопросов. Многие из вас решают задачи в своей работе, связанные с судьбами тысячи и тысячи людей. Однако, сегодня мы говорим с вами о том, что вам необходимо научиться мечтать. Вам необходимо ставить обозримые и фантастические планы в отношении своей карьеры. Это на самом деле не так легко, как вам кажется. И время прекрасное, как я уже говорил, Новый год, начало. Можно смело себе позволить пофантазировать для того, чтобы представить о том, а что же вы на самом деле хотите. Это трудно, и я тоже достаточно часто стараюсь это делать. И выработал для себя следующие правила, как это делать вообще. Нужно просто для начала принять решение. Итак, практика. Сегодня мы постараемся сделать так, чтобы весь мой эфир состоял из неких практических упражнений, которые бы вы могли применить в своей жизни. Итак, прогнозирование, фантазии, мечты. Казалось бы, что в этом может быть такого сложного? На самом деле, когда наш мозг постоянно перегружен, когда мы постоянно находимся в состоянии, что нам это надо, это надо. Мы работаем в огромном режиме многофункциональностей. Постоянное огромное количество информации к нам приходит. Мы должны ее обрабатывать. И в этой ситуации нам необходимо просто на 5 минут в день остановиться. Да, именно на 5 минут в день. Для того, чтобы вы могли найти эти 5 минут, это очень просто. При любой загруженности, при любом, я не знаю, самом тяжелом рабочем дне, один из моих учеников нашел очень интересный способ. Сегодня в Москве, я не знаю, как в других городах, наверное, не так активно, но разве понятие каршеринг. Это когда автомобили сдаются в аренду, и ты берешь на то время, которое тебе необходимо, в любом удобном месте. Так вот, работая в крупной компании, в крупной большой компании, очень трудно, может быть, найти место, чтобы побыть в уединении. Так вот, он находит автомобиль, который расположен рядом с его офисом, буквально там в 10-15 минутах ходьбы, может быть, даже в 5 минутах ходьбы, арендует его на 20 минут или на 15 минут. Это все делается очень просто с помощью мобильного приложения. Если в вашем городе нет такой услуги, вы можете просто найти место где-то недалеко от вашей компании, в ближайшем кафе, я не знаю, в парке. Да, сейчас холодновато, поэтому все-таки лучше в кафе. И пытается побыть там один, посидеть, подумать 5-10 минут о том, что происходит сегодня, что делать завтра, а что же мне хочется делать. Цель этого упражнения очень проста. Когда вы начинаете думать о том, о своем будущем, вам необходимо просто представлять возможные варианты развития событий. Ведь на самом деле, еще помните вот это замечательное пословище «плох тот солдат, который не мечтает быть генералом». Сегодня есть такая возможность, я вас прошу, и я прям рекомендую вам сознательно для того, чтобы вы подумали о том, как бы вам хотелось, каким бы вам хотелось быть генералом. И на самом деле, неважно, какую позицию вы занимаете, сегодня вы CEO одной компании, есть компании крупнее, сегодня CEO крупнейшая российская компания, завтра есть CEO любой компании масштабом, которую транснациональный или мирового масштаба. Поэтому фантазии и границ не существует. Итак, мы остаемся одни на один с собой, время находим для того, чтобы пять минут в день для начала, потом мы будем увеличивать эту практику, для того, чтобы задуматься о том, а что же мы хотим. И в этот момент, когда приходит к вам идея, возьмите листочку и ручку, записывайте. Если вы любите использовать современные гаджеты, постарайтесь записывать это в виде блокнота, в виде записи и все остальное. Итак, наша задача научиться мечтать. Это первейший навык, который я рекомендую вам в себе развивать в течение этого года. Если вы делаете это каждые пять минут, в течение какого-то времени, постоянно повторяя, попробуйте увеличить этот режим до 10-15 минут. Никакая работа, никакой сложнейший проект не пострадает от того, что вы сделаете перерыв на 15 минут в течение рабочего дня и найдете время подумать о себе, подумать о будущем для того, чтобы понимать, а как там выстраивать дальнейшие свои шаги в своей карьерной области. Самое главное, что когда вы находитесь в течение рабочего дня это время, постарайтесь найти время в выходные, хотя бы раз в неделю. Если не получается, может быть вы заняты с семьей постоянно, может быть раз в две недели, может быть пока семья еще спит утром, выйдите на прогулку в выходной день, субботу или воскресенье, минут 15-20 в состоянии того, когда вы один. Вспоминайте те идеи, которые вам приходили в течение всей недели и попытайтесь из них представить то обозримое будущее, к чему вам хочется. Что же мы делаем? Зачем это нужно будет? Представление о своем обозримом будущем сначала будет достаточно размытым, но потом вы научитесь делать так, чтобы вы будете видеть более четкие задачи, вы будете представлять решение сложных задач, вы будете представлять моменты своей будущей карьеры, свою должность, вплоть до обстановки в своем кабинете. Но самое главное, и что бы мне хотелось, чтобы когда вы представляете свое профессиональное карьерное будущее, то есть вы формируете представление о своей профессиональной карьере, вы задумались о тем, а что вы чувствуете в этот момент? Ведь на самом деле можно поставить себе цель стать генеральным директором и эту цель достигнуть. Вопрос другой, насколько вы будете комфортно себя чувствовать, насколько ваше внутреннее состояние будет отвечать тому, что вы делаете. Моя цель попробовать передать вам через ваше мечтание состояние ощущения гармонии с тем, что вы придумываете. Ведь когда вы будете о чем-то фантазировать, и вы почувствуете, что вам это не нравится, вы начнете думать о чем-то другом. Итак, сегодня ваша цель научиться фантазировать, научиться представлять свое карьерное будущее для того, чтобы мы следующим этапом стали понимать, а как мы это карьерное будущее будем достигать. Итак, задача 5 минут в день для начала, увеличиваем этот интервал до 10-15 минут, в выходной день пытаемся найти время 15-20, может быть 30 минут для того, чтобы побыть одному, постоянно фиксируем эти идеи, агрегируем их в некое представление о том, что же мы хотим сделать, и в результате мы получаем представление о нашей карьерной стратегии, о вашей карьерной стратегии в том состоянии, в котором комфортнее все вам чувствуют, так, как бы вы хотели прожить эту жизнь, потому что реально представление о том, насколько вы будете инвестировать в всю свою жизнь, ведь работа занимает 70% нашей сознательной жизни, подумайте, если вы пойдете туда, где вам будет некомфортно. Олег Туманов однажды, приходя ко мне на бизнес-завтрак, это Олег Туманов, основатель Иви.ру, генеральный директор, сказал, что можно всю жизнь идти правильной дорогой, но оказаться в неправильном месте, поэтому я очень рекомендую вам задуматься серьезно о том, кем вы хотите быть, чем вы хотите заниматься, и через внутреннее представление, и через ощущение себя в состоянии достижения этой цели прочувствовать, насколько вам комфортно это делать. Пусть это легкое задание, казалось бы, в своей простоте, вам покажется, может быть, в самом начале достаточно трудным, но постоянно практикуясь, вы сможете добиться колоссальных результатов, чего я вам желаю. Итак, первым навыком, который мы сегодня обсудили, для того, чтобы быть успешным, в успешном трудоустройстве, в карьере необходимо прогнозирование или представление о своем карьерном навыке, о своей карьерной стратегии. Вот как будет правильно сказать все, что мы сейчас делали. Итак, представьте, мы с вами инвестировали достаточно много времени, мы представили о том, какой должна быть наша карьера. Вы потратили достаточно много времени, эмоциональных усилий, чтобы прочувствовать. И когда вы в согласии с самим собой, возникает вопрос, да, прекрасно, я нафантазировал, а что же мне делать дальше? Следующий навык, который нам необходим для того, чтобы двигаться по направлению к нашей карьерной стратегии, является планирование. Итак, планирование. Как планирует свою жизнь большинство людей? К сожалению, я тоже страдаю этой болезнью. Иногда, когда ты в автоматическом режиме делаешь, ты составляешь план или если, так, сегодня утром эфир на радио медиаметрик, да потом встреча с тем-то, третья, телефонный звонок с тем-то, поездка в офис, встреча такая-то. Смотрите, мы все планируем от действия. Действия, 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 действия. Иногда это действие может выполняться, а может не выполняться, но суть следующая. Я попробую вам порекомендовать один опыт, мой личный опыт, который позволит вам немного изменить систему планирования. Попробуйте планировать результат. Например, если мы говорим сегодня обо мне, да, то передать максимальному количеству людей наиболее эффективные методы и навыки карьерной стратегии в 2017 году. Способ? Радиоэфир на радио медиаметрикс. Таким образом, если вы задумаетесь, что каждое ваше действие на самом деле является следствием или причиной какого-то будущего результата, который вам необходим, попробуйте развернуть свое представление о планировании в походе, в формате результата. Итак, что нам может дать результат? Мы четко понимаем тогда, что нам нужно сделать. Почему мы это делаем? Когда вы четко представляете о том, какой результат вы хотите получить, у вас возникает представление о плане. Кстати, хотелось бы сказать несколько слов о плане. Для меня максимально удобным оказался режим планирования недели. Это можно делать в календаре, сегодня позволяют. Это можно делать на листке бумаги, когда вы разлинуете просто лист на семь колонок, он лежит у вас на рабочем месте. Копия такого же листа лежит у вас дома на своем рабочем месте, если оно у вас такое есть. И вы отмечаете. Если вам нужен дневной план, нет никаких проблем. Вы берете отдельный листок бумаги или блокнот, или заметку, или напоминание. Любые средства сегодня хороши. Есть прекрасная программа todois.com, которая позволяет вам вести эти дела. Итак, неделя. Она дает вам некое представление об этом кратком, но в то же время достаточно емком, трудовом, на мой взгляд, трудовом, законченном периоде времени. Когда вы четко спланировали свою неделю, вы видите от результата, а не от действия. Потому что действие не может вам помочь понять, о какому результату это ведет. Ведь на самом деле к результату могут вести несколько действий. Поэтому вы можете в неделях делать линии, такие, знаете, как по удобе диаграммы Ганта, или еще какой-то, не знаю, производственный график, который вам угодно, с ресурсами, с какими-то, в общем, фантазии, может быть, какие угодно. Но моя цель вам показать результаты. Если вы будете планировать от результатов, вам очень важно и очень легко представить то, а приоритеты этих результатов каковы. Ведь на самом деле мы можем загрузить себя на 100%, на 120%, на 130%, на 150%, заставив себя делать то-то, 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 одни действия. Когда вы начнете эти действия представить в виде результатов, у вас возникает задача в понятии приоритизации. А что такое приоритизация? Опять же возвращаемся к первому навыку прогнозирования. Если мы с вами поставим на январь месяц 2017 года определенные приоритеты или задачи, например, спланировать свою карьеру, раз. Второе, четко поставить себе планы на свой производственный год, спрогнозировать свои доходы, придумать способы дополнительного заработка, максимально продвинуться в своей профессиональной жизни, выучить английский язык, все что угодно. Это приоритеты, которые будут у вас стоять в начале периода большого, большего, чем тот ежедневный, еженедельное планирование, которое мы с вами обсуждаем. Итак, эти приоритеты помогут вам определить, а те действия или результаты, скорее, вернее даже, те результаты, которые вы запланировали в течение недели, как следствие этих результатов, те действия, которыми заполнена вся ваша неделя, а насколько они соответствуют вашим приоритетам. И вы можете тогда, когда составили свой план, посмотрели на свой список приоритетов и сказать, так, это действие я делаю, это делаю, это делаю, а это не делаю, или я делаю его только тогда, когда я смогу выполнить первые три, потому что они наиболее важны для меня. Никогда не забываем об этой простой матрице, срочно важно, важно не срочно, не срочно не важно, и важно и не срочно. Вы помните, да, эту матрицу, матрицу Эйзенхауэра. Итак, когда мы разбросали эти все дела по этим направлениям, нам четко понятно, что нам нужно делать. Итак, простое применение правила не действия, а результат позволяет нам с вами двигаться очень эффективно, еще не эффективно двигать, управлять своим временем, потому что мы видим и приоритеты, видим и результат. Поэтому делаем очень простые вещи. Планируем от результата, планируем свои приоритеты на долгий период, либо на месяц, либо на квартал, либо на год, и сравниваем все наши результаты, внесенные в план, с нашими приоритетами. Приоритеты берем из кадровой стратегии, из карьерной стратегии. Поэтому у нас прогнозирование первый навык, второй навык планирования. Третий навык, который, на мой взгляд, является самым важным и определяющим, это самодисциплина. Почему же мы об этом говорим, почему самодисциплина вдруг, почему самодисциплина, дисциплина самого себя? На мой взгляд, это вообще важнейший навык. Вот мы можем прогнозировать, мы можем планировать, но если мы не будем выполнять, никакого эффекта наши с вами качества не принесут. Ни карьерная стратегия, сколько бы мы времени на нее не потратили с точки зрения ее представления, ни прекрасно написанный, самого подробного качества, план, который основан на нашей карьерной стратегии, бездействия ни к чему не приведет. Что же нам делать? Нам необходимо вставлять, встраивать в себя задачи, встраивать в себя результаты, которые мы хотим получить. Итак, вновь возвращаемся к той же самой теме. Почему очень важно представлять результаты? Мы можем заставить себя вставать рано или заниматься спортом. Это самый, наверное, показательный пример. Или мы можем худеть для того, чтобы быть более здоровым, для того, чтобы выглядеть более хорошо, для того, чтобы чувствовать себя комфортно. И вот, например, давайте возьмем самый простой пример занятия спортом. Мы можем заставить себя спортом, но если мы, используя первый навык прогнозирования, постараемся представить себя, насколько комфортно мы себя будем чувствовать в случае, если этот навык в нас уже встроен, если мы получили хорошую спортивную форму, если мы чувствуем себя хорошо, если мы обладаем большим количеством, запасом энергии, который позволяет нам использовать эту энергию не только для личной жизни, но и для профессиональной. Развести это понятие нельзя, нельзя развести личную жизнь и профессиональную, и вообще понятие work-life balance, оно уже перестало жить, потому что мы люди, мы не можем делить себя на работу и не на работу. Приходя на работу, мы постоянно думаем о своих личных проблемах, приходя с работы, мы думаем о своих профессиональных проблемах. Поэтому нам здесь невозможно поделиться, но нам нужна энергия для того, чтобы пытаться это реализовать, пытаться реализовать свои планы карьерные, пытаться находить общий язык со своими близкими, пытаться найти время и силы воспитывать своих детей. Для этого нам нужна энергия. Так вот, если мы представим, что мы хотим заниматься спортом, для того, чтобы мы имели эту силу, эту энергию, прекрасное самочувствие, нам нужно перед тем, как заниматься спортом, перед тем, как выйти на дорогу, на пробежку, на прогулку, пойти на зарядку, задуматься о том, а какими мы хотим быть. Без вот этого представления самодисциплина будет очень сложна. Конечно, можно заставить себя и просто так. Я помню, в школе всегда у нас было два варианта понимания предмета. Либо ты понимаешь предмет, либо ты его зубришь. Но в любом случае тебе нужно было его знать. Так вот, самодисциплина – это примерно то же самое, но ты должен… Вот у нас сейчас, видите, в чем проблема наша сегодня? Мы можем жить и так, мы можем жить и так. Мы можем делать, заниматься спортом, можем не заниматься. Можем развивать свою карьеру, карьерную стратегию, а можем не заниматься. У нас есть некая свобода выбора. Вот постараться себя поставить в рамки, что у тебя этой свободы нет, но тебе это нужно сделать, так вот в этом и есть сила самодисциплины. Через силу воли, через силу воли заставить себя в самом начале сделать первый шаг. А для того, чтобы себя мотивировать к заставлению этого первого шага, необходимо как раз представление. Итак, самодисциплина. С чего начать? Для того, чтобы построить себе, внедрить в себе навык самодисциплины, достаточно первых семи дней. С чего лучше всего начинать? Самый простой вариант – это попытаться вообще принять навык самодисциплины как таковой. Давайте его попытаемся развести на несколько составляющих. Итак, наша личная жизнь, наше с вами тайм-менеджмент, наше представление о самих себе и наша профессиональная жизнь. Четыре момента. Для того, чтобы нам встроить навык самодисциплины, нам необходимо следующее. Начнем с самого простого – с управлением своим временем. Самое важное в самодисциплине управление своим временем – режим дня. И это самое, казалось бы, простое, но это в том числе и самое сложное. Для того, чтобы встроить в себе этот навык в течение семи дней, попробуйте сделать очень простой. Ведь накануне, например, сегодня, если вы решили, что за следующую неделю вы будете встраивать в себе навык самодисциплины, вам необходимо задуматься о том, какой режим дня у меня будет. Что такое режим дня? Это значит, одно и то же время вы встаете, в одно и то же время вы ложитесь спать. Это очень важно. Кстати, касательно сна. В состоянии самодисциплины сон является важнейшим инструментом получения энергии. Ведь если вы не выспались, вы неэффективны на работе. Если вы не выспались, вы более раздражены. Поэтому это тоже самодисциплина. Лечь спать вовремя. Не постараться посмотреть любимый сериал, не постараться посерфить в компьютере какую-то интересную информацию, не посмотреть какой-то фильм. Для всего этого и будет у нас с вами график, наш распорядок дня. Тот самый навык планирования, о котором мы сегодня говорили. Итак, внедряем самодисциплину. Шаг номер один. Распорядок дня. Создаем свой распорядок дня. То же самое, что у нас с вами был недельный план своей работы. Мы берем и каждый день стараемся фиксировать, что вы конкретно делаете. Для того, чтобы понять, во сколько вы встаете, сколько времени вам нужен на душ, на туалет, на завтрак, на того, чтобы собраться, помедитировать и так далее, и так далее, и так далее. Казалось бы, базовые вещи, я вам о них никогда не задумываюсь, но их нужно посчитать для того, чтобы четко вспомнить, а во сколько вам нужно проснуться. Если вам на то, чтобы собраться, нужен час и выйти с работы, плюс час для того, чтобы добраться до работы, плюс там 15 минут для того, чтобы купить себе стаканчик капучино в ближайшем кафе и дойти, все это складывается. Да, мы это делаем на автомате. Но если мы говорим о том, что мы сознательно и осознанно Хотим управлять своей жизнью Давайте тогда задумайся об этом Что нам нужно делать Итак, график дня Режим дня Вписываем все Начиная от того, во сколько встаем Ставим будильники Для того, чтобы выполнять или не выполнять Знаете, существует множество мнений Множество инструментов Это и бонусы за то, что выполнил За каждый плюсик Может быть, это будет конфета для девушки Для мужчины это может быть там, я не знаю Посмотреть что-то какое-то Почитать какую-то книгу Или посвятить несколько времени себе Там, уделить больше времени своему какому-то хобби Попробуйте найти, что вас мотивирует Для многих людей, кстати Является очень сильным мотиватором Публичное обещание Однажды на бизнес-завтра ко мне приходил Михаил Хомич Большой ему привет Он рассказывал о том, как публичные обещания В его жизни помогли ему Решить серьезные вопросы Причем публичное обещание не просто Я говорю, я сегодня делаю то-то Нет, публичное обещание, причем еще с гарантированным С гарантированной выплатой достаточно крупной суммы денег Ну, в состоянии семьи Самый лучший мотиватор Вы можете пообещать своей жене Что если вы не будете делать то-то То вы ей передадите очень интересную сумму В конверте, которую она сможет использовать По своему назначению Или пусть это будет ваш друг Или пусть это будет незнакомый человек Или вы перечислили в какой-то благотворительный фонд Это тоже будет хорошее, доброе дело Итак, дойдите для себя систему управления Своим необязательством Первое Я делаю это И если я не выполняю, делаю это Если я выполняю, то я получаю следующее Поэтому, на мой взгляд, очень важно сделать следующее Когда вы строили в себе режим дня Наша задача придерживаться его Вот семь дней Возьмите для себя это состояние Семь дней придерживаться самодисциплины Второе Личная жизнь Для того, чтобы в личной жизни выстроить отношения самодисциплины Попробуйте найти в себе время А, запланированное в том числе Для детей Для супруга или супруги Для того, чтобы что-то почитать Для того, чтобы посмотреть какой-то любимый фильм Для того, чтобы найти время для себя Для своей зарядки Все это надо впихнуть в план Ведь если мы хотим что-то делать Но если мы, опять же, возвращаемся ко второму навыку Не планируем День прошел, мы не успели Ах, ну ладно Еще один день прошел Опять не успели Ну ладно Нам нужно с вами на этом этапе Этот этап самый сложный Попытаться зафиксировать И встроить себе эти показатели Возвращаясь все это к тому Что этот навык самодисциплины Является третьим Одним из важнейших навыков Успешного трудоустройства Как вы помните, что успешное трудоустройство Зависит от того Какая ваша карьерная стратегия Второе Как вы планируете ее достичь И третье Какие действия вы принимаете Для того, чтобы ее достичь Поэтому третий навык самодисциплины Позволяющий нам с вами Двигаться в этом направлении Заставляет нас двигаться Софиксировать все, что мы делаем Заставлять себя Представлять результаты И получать результаты Удовольствия от того, что вы это сделали Вы не поверите Но когда вы получаете удовольствие Когда вы реально сделали то, что вы запланировали Внутри у нас происходит какой-то праздник Получаете какое-то истинное удовольствие Причем еще очень важный момент Когда вы запланировали дела И в момент, когда вы его вычеркиваете ручкой Прям вот в этот момент В сознании, в состоянии человека Происходит колоссальное удовольствие От сделанного дела И также интересно планировать Когда вы накидываете себе дела В свой график дня В самодисциплине Не забивайте его полностью Оставляйте время На всякий случай Который потребуется вам Для того, чтобы вы могли Перераспределить ресурс Итак Третий навык, который у нас с вами должен быть Для успешного трудоустройства В 2017 году Для того, чтобы строить свою карьеру Для того, чтобы развивать свою карьеру А впрочем Этот навык, наверное, удобен Для каждого из нас Для того, кто ставит себе цели В области бизнеса Для того, кто ставит себе цели В области изучения иностранных языков Развития самого себя Самодисциплина Самодисциплина начинается С простых базовых вещей Фиксирование времени И выполнение поставленных задач Сделал Запланировал Сделал Запланировал Сделал Это очень просто Но на самом деле очень сложно Итак Три самых главных навыка Которые мы сегодня с вами прошли Но Есть еще один момент Который бы мне хотелось сегодня рассказать И Для успешного трудоустройства Для развития в своей карьере Для самопрезентации любого человека Занимающегося бизнесом Или представляющего себя Представляющего свою компанию Является такой навык Как персональное позиционирование Это над навык То есть Над теми тремя Которые важны всегда В любое время Что же такое Профессиональное позиционирование Это однозначное Эмоциональное восприятие Вас как профессионала Почему это так важно Потому что Однозначно Представить вас От ощутить Что вы можете делать Ощутить В чем вы профессионал Является Навыком Который вырабатывается в себе Вы должны Настолько серьезно Настолько качественно Его внутри проработать Что в момент Когда вам необходимо Рассказать о себе В виде Резюме Который является Неотъемлемым частью Фиксированным Представлением Вашего персонального Позиционирования Либо при встрече С инвестором Либо при встрече С человеком Который Заинтересован Вас Как работодатель На собеседовании Я не знаю Где угодно Да просто При знакомстве Когда спрашиваете А чем вы занимаетесь И в этот момент Вы выдаете Краткую версию Своего персонального Позиционирования Здесь мы возвращаемся К истокам маркетинга Все-таки маркетинг Это Jack Trout Который составил Который придумал Эту концепцию Позиционирования Товара Если мы сейчас Говорим о каком-то Известном товаре Или бренде Будь то Coca-Cola Например То для большинства Из вас Это сегодня В Новый год Эти грузовики С надписью Coca-Cola Это пенящийся Такой с пузырьками Коричневый Холодный Сладкий напиток Так вот То же самое У большинства людей При слове При произнесении Вашего имени Или при Рассказе о вас У них будет всплывать В голове То персональное Профессиональное Позиционирование Которое вы Себе создадите С чего же Начинается работа По созданию Своего персонального Позиционирования Прежде всего С пониманием Вашей профессиональной Позиции Это значит Агрегированная Совокупность Всего же Вашего профессионального Опыта И не просто Профессионального Опыта С точки зрения Действий Которые вы делали Важнейшим элементом Персонального Позиционирования Является Ваш Результат Ваш Те достижения Которые вы делали В процессе Уполнения Той или иной Работы Как это сделать Здесь мы снова Возвращаемся К навыку номер Один Прогнозирование Это не делается В момент Для всего Для этого Необходимо Выделять время Мы не можем Просто взять Сесть И написать Резюме Это казалось бы Так просто Но на самом деле Это достаточно Серьезная работа Так вот Вот этим Над навыком Персональной Позиционирования Для того Чтобы его сделать Необходимо пройти Следующие шаги Вам нужно найти время Во-первых Выделить время Для того Чтобы этим заниматься Мы возвращаемся К этапу планирования Значит нам нужно В нашем графике В нашем распорядке Запланировать Это время Как раз Это время Которое вы запланировали Что нужно сделать В этот момент Когда вы Находитесь В состоянии Воспоминаний О том Профессиональном Опыте Что вы делали Я рекомендую Вам в этот момент Попытаться Перенестись Эмоционально В то состояние В то время Когда вы решали Те задачи Например На прошлой работе Перед вами был Сложный Серьезный проект Которым вы гордитесь Начните с него Начните С самых значимых Результатов Своего профессионального Достижения Попробуйте их Зафиксировать И это будет Конструктором Так сказать Скелетом Того Профессионального Позиционирования Которое Вы сможете Создать Итак Самые сложные Самые интересные Проекты Самые невероятные Задачи Которые вам Приходилось решать Начните с этого Вспомните Находясь Не знаю Перенеситесь В то состояние Налейте себе Бокал вина И попытайтесь В этот момент Быть Представить себе Более комфортно Ту ситуацию Вспомните Тех людей Которые были с вами Позвоните им Поговорите Обсудите Те самые главные моменты А помнишь Как мы решали Ту задачу Попытайтесь В этом эмоциональном Состоянии Зафиксировать Вам необходимо Сейчас на момент Стать каким-то Знаете Билетристом Или писателем Для того Чтобы описать То что вы делали Лучше всего Итак Пусть это будет Мини рассказ О вашей жизни О профессиональной жизни Да Этот процесс Не быстрый Но он должен быть Эффективным Для того чтобы Его сделать Ведь на самом деле Даже самый короткий Ролик Который снимает Наши профессиональные Режиссеры Самая короткая Реклама Которую вы можете Смотреть Перед ней Предстоит огромный труд Это сценаристы Это режиссеры Это отработка Актерами ролей И тех диалогов Так вот вам делать Нужно то же самое Представляя Свои самые серьезные Достижения Вы сможете вспомнить А какие навыки Вам больше всего Пригождались В чем вы были Профессионалом Как вы использовали Как вы использовали Эти самые серьезные Самые важные Лучшие качества Своей личности Таким образом Через несколько дней Может быть Несколько часов Может быть Несколько итераций У вас сложится Такой рассказ Внушительный Может быть На одну На две На три страницы Которые позволят Вам представить Самому себе И это на самом деле Поднимает достаточно Серьезно Свою самооценку Для того чтобы Представить А какой вы Профессионал В своем деле Так вот Создав это описание Вы четко почувствуете А что же вы умеете Делать лучше всего Если это маркетинг Например То пусть это будет Рекламные кампании Если это Операционная деятельность То пусть это будет Сбор информации Если вы бухгалтер То для вас Может быть Это работа С первичной документацией Может быть Вы решили Какие-то очень важные Налоговые вопросы Может быть Еще что-то Это позволит Вам очень четко Сконцентрироваться На том Что вы можете Делать лучше всего Итак После этих итераций Когда вы написали Несколько фраз Несколько предложений Несколько страниц О том Что вы можете Делать лучше всего Попытайтесь Это прочесть вслух Запишите на диктофон Послушайте сами Какое у вас Производит впечатление Какое эмоциональное состояние Вы передаете Своей информации О вас Следующая задача Сократить эту информацию До объема Половины страницы А4 И вот это и есть Совокупная Суть Эссенция Вашего профессионального Опыта Основой Основой любого резюме Эффективного Является Персональное позиционирование Когда человек Беря ваше резюме В руки Читая его Начинает с вашего Персонального позиционирования После его прочтения Для него На 90% Становится явно Что вы за специалист И ему В свою очередь Очень легко И очень четко Ответить на то А подходите ли вы Для той должности Для той вакансии На которую он вас принимает А для вас Очень важно Понимание того А кто вы являетесь С точки зрения Профессионального Развития Кто вы являетесь С точки зрения Своей работы Именно профессиональное Позиционирование Является основой Прохождения Собеседования Знакомства Друг с другом Правилам Нетворкинга Установление Деловых контактов Презентации себя Создание персональных Сайтов Презентации Компаний И так далее И так далее И так далее И так далее Эта работа – презентация себя через свои самые главные профессиональные навыки. Итак, сегодня, в первый день, в первый рабочий день Нового года, в первый радиоэфир «Бизнес-завтрака» на радио «Медиаметрикс» мы с вами проговорили о том, какие же важнейшие навыки необходимы вам как кандидату или как работнику для того, чтобы А. Находить необходимую свою работу, решить задачу успешного трудоустройства. Мы раскрыли критерии успешного трудоустройства, когда ваши профессиональные навыки в соответствии с вашей профессиональной карьерой совпадают с профессиональными требованиями работодателя к той должности, на которую вы рассматриваете. Это первое. Как же создать эту профессиональную карьеру? Как же создать профессиональную стратегию? Мы с вами обсудили, что существует три самых главных навыка, которые вам потребуются. Первое – это прогнозирование, когда вы через представление о будущем, о своем профессиональном будущем, четко понимаете, что вы хотите достичь в своей профессии. Какую профессию вы хотите получить? Ведь на самом деле это важно для тех людей, которые сейчас находятся в выборе профессии, вплоть до своих детей. Вы знаете, я с сыном каждый вечер перед сном разговариваю. Что сегодня ты узнал нового? Как тебе это поможет для твоей будущей жизни? Это, казалось бы, простые вопросы, которые на самом деле заставляют вас очень глубоко задуматься. Итак, первый навык – прогнозирование. Второй навык – планирование. Планируйте не действия, планируйте результаты. Они помогут вам представлять о том, что важно, что не важно. Результаты помогут вам приоритизировать свой план. Планируйте на неделю, и вам будет легче смотреть картину целиком. Третий навык важнейший – это самодисциплина. Запланировал – сделал, запланировал – сделал. Если не сделал – штраф, наказание, обещание, денежная выплата и так далее, и так далее, и так далее. И над навыком, самым важным моментом, который я считаю необходим вам для того, чтобы вы смогли четко рассказать о себе, представить себя, быть эффективным с точки зрения самопрезентации является профессиональное позиционирование. Для того, чтобы делать профессиональное позиционирование, вам необходимо агрегировать весь свой профессиональный прошлый опыт и представить в виде сжатого, эмоционального, четкого, структурированного текста, для того, чтобы вы могли рассказать о себе будущему работодателю. Вы могли рассказать о себе, если вы вдруг занимаетесь предпринимательством, вы стартапер, так называемый, при встрече с инвестором. Знаете, такая интересная ситуация, интересная практика – Lift Elevator Speech, когда за 30 секунд вам нужно рассказать человеку суть вашего проекта. Именно это поможет вам в этом навыке – тренировка, сокращение, тренировка, запись, сокращение, и вы в результате получите тот инструмент. Таким образом, уважаемые друзья, мне очень приятно было постараться сегодня выполнить первое дело в сегодняшнем списке. Я с удовольствием его вычеркиваю для того, чтобы испытать это самое большое удовольствие от того, что это дело сделано. Поделиться с радиослушателями, поделиться со всеми теми, кто задумывается о своей карьере, поделиться с вами инструментами о том, как успешно трудоустроиться, как развиваться в своей карьере, какие навыки сегодня необходимы и что для этого нужно сделать. В этом году, в 2016 году, я обещаю вам, что все эфиры, которые мы будем делать, будут носить максимально практический характер. Мы будем приглашать, я буду приглашать сюда генеральных директоров, директоров по персоналу для того, чтобы рассказывать вам о том, как эффективно управлять людьми. А если вы кандидат, то мы будем периодически делать программы, связанные о том, что нужно делать кандидату. И раз в год, это будет новая традиция, в конце года мы будем делать программу о семье и о человеке. Большое вам спасибо, с вами был Роман Дусенко на радио Медиаметрикс. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин